По объекту вы, наверное, сами все видите, да. Конечно, есть некоторые такие нюансики, которые не от нас зависят, да, то есть поставщики некоторые подводят прямо очень сильно, да, то есть, ну, ссылаясь на эту, на, как, на пандемию. Ну, я считаю, что проект это удался. Ну, надеюсь, мы дальнейшие сотрудничества с нашей администрацией, как бы мы нашли общий язык, у нас все гладко, все хорошо, то есть нет никаких разногласий. Скажите, а если какие-то замечания появятся в процессе эксплуатации, вы откликнетесь, там, помочь, исправить? Да, конечно, мы же вот делали прием, когда она пролежала, мы здесь просто, как бы, я так считаю, это несознательные жители города, там, на квадроциклах здесь катаются, на мотоциклах, но это же пешеходная все-таки, и технику сюда нежелательно загонять, то есть где-то были недочеты, мы устранили их уже, то есть нам были предписания, мы все сделали, ну, если в дальнейшем будет, так же все исправим. Здесь отставание у нас более значительное, он идет подрядчик наш, Картак Самвелович, здесь отставание по строительным работам, как минимум на месяц, вот, то, что отставание, которое было в мае месяце, в июне, к сожалению, его наверстать не удалось, оно остается. Отчасти здесь субъективные причины есть, ну, и объективные, объективные связаны с удорожанием цен на металл и не поставками, своевременные поставками поставщиков, вот, тех же кассет металлических, допустим, либо, вот, сейчас, опять, с вопросом, что не хватает перчатки, заводы не успевают ее выпустить. Вместе с тем, есть и субъективные, связанные с тем, что, на мой взгляд, по крайней мере, подрядчик не обеспечивает стройку необходимым количеством людей и техники. Я уверяю, что их достаточно, в моем понимании. Поэтому виды работ выполнены не все, ну, согласно графику, который у нас с ним был подписан, что называется. Между тем, выражаю уверенность в том, что и на том, и на этом объекте все работы будут завершены этой осенью. Сроки пока назвать точнее не могу. Вижу, что поставки мафов у нас на 10-е, на 15-е сентября. Робкая уверенность, что в конце сентября мы выйдем на окончательный вид этого сфера. Сергей Иванович, ну вы уже сами сказали о том, что поставка мафов – это уже после проведения 10-го юбилейного кинофорума. Как-то его программа будет меняться в связи с тем, что объект не готов? Нет, она меняться не будет. Благоустроительная работа в значительной части мы выполнить успеем. Деревья мы насаживать не будем к этому времени. Брусчатка вот в том виде, в каком она есть, вернее, в тех объемах, которые есть, она к кинофоруму будет выложена вся. То есть мы максимально постараемся создать условия для того, чтобы кинофорум в той части программы, которая задействована на скверх Ладыниной, он состоялся. То есть без темы сюда приведем? Конечно. Мы покажем, что мы работаем. Металлические конструкции эти будут закрыты внешним фасадом уже, я имею в виду, снаружи облицовка уже будет. Качели установлены не будут, но их и не будет на тот момент. По крайней мере, внешний вид уже будет показан, и контуры будущего сквера уже отчерчены. Контракт двухлетний, да? Вот так было много времени, и все равно мы не успеваем. Есть, может быть, какое-то у вас чувство сожаления? Да, сожаления нет. Мы работаем, вы поверьте, работаем и с подрядчиком, работаем с поставщиками подрядчика. И выражаем уверенность в том, что мы его завершим. Что сожалеть? Сожалеть не о чем. Мы ввязались в это дело, деньги у нас лежат, подрядчик, вот он, живой, здоровый. Будем продолжать работать и добиваться того, чтобы все работы, которые запланированы, были выполнены. Но Министерство строительства нам там жюри? У нас съезжу ряд. Нам больше, в части, в этом отношении неудобно перед жителями города, которым, да, мы заранее, хожу честно, деньги у нас до 31 декабря. Мы сами, подгоняя подрядчика, хотели выполнить его до 1 сентября. Мы сами задавали чаще сжатые сроки. Поэтому и понимаем, что в эти сроки подрядчик не уложился. Между тем, мы понимаем, что нам лучше выполнить работы, пусть дольше по срокам, но качественнее.